доброго хорошего дня приветствую всех рукодельниц у себя на канале вяжем крючком ну а для тех кто интересуется вязанием спицами приглашаю посетить мой параллельный канал где мы с вами вяжем спицами и ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео если вернуться несколько видео назад то вы увидите что не так давно мы с вами связали красивейший узор под названием королевский узор несложный но очень интересно красиво смотрится и сегодня я вам предлагаю мастер-класс по вязанию шаль бактуса под названием королевская мы назовем ее точно так же как и узор наш шаль бактус будет называться королевским для начала давайте разберемся из какой же пряжи я связала тот бактус который я вам показала в начале ролика это вот такая вот пряжа ализа земли турецкого производства ее состав 95 процентов акрила и 5 процентов металлика легкий легкий люрекс в 100 граммах матка этой пряжи 460 метров и вязала я крючком фирмы tulip номером 1 и 9 палитра цветовая гамма этой пряжи очень очень интересная и выбирать есть из чего я вам покажу каталог этой пряжи смотрите сбоку экрана и маленький образец сегодня и я хочу попробовать связать из вот такой вот ангуры тоже турецкого производства 60 процентов акрила 40 процентов шерсти и матки на 100 грамм у нас тоже 480 метров хочу маленький образец попробовать связать из этой пряжи для того чтобы убедиться можно ли еще делать и бактус из вот такой вот пушистой пряжи и мы сегодня вместе с вами на это посмотрим связанный бактус у меня получился на сто девяносто восемь сантиметров от угла до угла и это было набрано 34 раппорта и высота трехугольника у меня получилось 57 сантиметров если для шали то конечно этой высоты мало а вот для бактуса в самый раз потому что я не люблю когда у бактусов вот это вот высота слишком высокая да получается его слишком много сборок на груди чем короче эта высота для бактуса тем лучше так что то что я вам буду показывать это будет идеально все таки для бактуса это для той пряжи из которой связан уже показанный вам бактус что будет получаться из другой пряжи я не знаю нужно пробовать вязать мы будем начиная с верхней части бактуса и уходить на уголок к маленькому образцу уже из другой пряжи я подобрала и соответственно другой крючок это уже номер 2 и 1 той же фирмы тулип маленький образец мы сделаем на 4 повторения узора перед тем как мы сегодня начнем вязать я хочу посоветовать вам посмотреть все таки внимательно мастер-класс по вязанию самого узора и у вас сейчас вверху экрана будет подсказка ссылка на этот мастер-класс для маленького образца мы наберем 4 повторения узора 4 по 4 арочки это будет 16 арочек я думаю что этого будет достаточно для того чтобы мы разобрались как вяжется этот бактус ну что ж добрый путь начинаем наше вязание вяжем первую петельку который у нас никогда не считается провязываем цепочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 и 5 3 накида на крючок и из первой петельки мы вяжем столбик с тремя накидами провязали вторая арочка раз два три четыре пять три накида на крючок и с места соединения по две дужки вяжем опять столбик с тремя накидами и соединяем эти две петельки в одну мы связали с вами две арочки вяжем еще 14 таких же арочек я набрала все 14 арочек сразу могу вам сказать что выход на этой пряжи получается достаточно большой так что для бактуса полного формата можно будет набирать гораздо меньше рапорта чем я вам сказала для пряжи из которой показала вам готовую шальку ну а отсюда уже начинаем вязание самого нашего бактуса вяжем первую петельку и в первую же петелечку ряда провязываем столбик без накида чтобы у нас оформился наш поворот вяжем 3 воздушные петельки раз два три и переходим сразу же в следующую арочку первую арочку вяжем столбик без накида теперь вяжем 5 воздушных петелек раз два три четыре пять переходим в следующую арочку вяжем столбик без накида вяжем снова 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и переходим в следующую арочку вяжем столбик без накида и только лишь теперь мы будем вязать наш веер мы отступаем от края один раппорт нашего узора получается что мы теряем для того чтобы у нас получился здесь красивый уголок и теперь в соединении между арочками мы вяжем 5 столбиков с накидом 1 2 3 4 4 5 следующую арочку мы вяжем столбик без накида получается что наш веер мы укладываем по цепочке и теперь идет повторение вяжем опять 5 воздушных петелек раз два три четыре пять переходим столбиком без накида в следующую арочку под арочку провязываем столбик без накида опять 5 воздушных петель и 5 воздушных петелек и переходим в следующую арочку вяжем столбик без накида снова 5 воздушных петелек и в следующую арочку вяжем столбик без накида теперь у нас снова будет вязаться между арочками в соединений вот под вот эти вот две дужечки 5 столбиков с накидом из этой пряжи можно легко свободно вязать растягивая петельки это ангора она у нас пушистая теперь под следующую арочку вяжем столбик без накида и снова вяжем 3 арочки по 5 воздушных петелек раз два три четыре пять переходим в следующую арочку провязываем столбик без накида раз два три четыре пять и провязываем следующий арочки столбик без накида раз два три 4 5 и следующий арочки снова столбик без накида далее между арочками соединения арочек мы вяжем 5 столбиков с накидом следующую арочку мы провязываем столбик без накида и теперь у нас остается еще арочки по 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 следующий арочки мы вяжем столбик без накида снова 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 следующий арочки последние мы снова вяжем столбик без накида под арочку и теперь оформляем наш уголок мы делаем 2 накида на крючок и из угловой петелечки провязываем столбик с двумя накидами и протягиваем его вот эту вот петельку протягиваем через предыдущую мы с вами связали первый ряд и сразу же эти мы сделали уголочки нашего бактуса с одной и с другой стороны начинали мы арочка из 3 петелек а закончили мы вот так как я вам только что показала теперь разворачиваемся и вяжем следующий ряд вяжем снова 3 воздушные петельки и переходим в первую же арочку провязываем столбик без накида далее у нас вяжется 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 переходим в следующую арочку вяжем столбик без накида теперь по узору у нас на веере в первой петле вяжется 5 столбиков с накидом 1 1 2 3 4 и 5 на этом же веера одну петельку пропускаем в следующую вяжем столбик без накида и и снова одну петельку мы пропускаем на последней петельки веера снова вяжем 5 столбиков с накидом связали следующую арочку провязываем столбик без накида теперь вяжем цепочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и переходим в следующую арочку вяжем столбик без накида снова цепочка из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 переходим снова в следующую арочку вяжем столбик без накида и мы снова подошли к вееру на первой петельке мы вяжем 5 столбиков с накидом пропускаем одну петельку в следующую вяжем столбик без накида снова одну петельку пропускаем со следующей вяжем 5 столбиков с накидом связали следующая у нас арочка под нее мы вяжем столбик без накида и две арочки по 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 переходим под следующую арочку вяжем столбик без накида 1 2 3 4 5 и вот следующую арочку вяжем столбик без накида опять подошли нашему веру в первую петельку мы вяжем 5 столбиков с накидом пропускаем одну петельку в следующую провязываем столбик без накида и через петельку в следующую снова вяжем 5 столбиков с накидом связали под арочку сразу же вяжем столбик без накида теперь у нас вяжется арочка из 5 воздушных петельку 1 2 3 4 5 заходим под следующую арочку провязываем столбик без накида и теперь мы снова делаем уголок 2 накида на крючок и из вот этой вот петельки провязываем столбик с двумя накидами только здесь я забыла протянуть разворачиваемся вяжем следующий ряд провязываем 3 воздушные петельки в следующую арочку заходим вяжем столбик без накида у нас опять развернулся вытягиваются остренький уголочек далее вяжем 3 воздушные петельки 1 2 3 и переходим уже к нашим веером пропускаем на веере одну петельку вторую заходим в среднюю в третью петельку вяжем столбик без накида теперь между арочками вот центральная петля мы из нее провязываем столбик с накидом и вяжем 3 воздушные петельки заходим обратно посередине между этими веерами вот в эту петельку теперь вяжем 3 воздушные петельки 1 2 3 накид на крючок из этой же петельки провязываем столбик с накидом не довязывая его до конца оставляем петельку на крючке еще один столбик с накидом теперь провязываем все эти три петельки вместе и вяжем 3 воздушные петельки раз два три и заходим столбиком без накида сюда же в эту же петелечку провязали снова 3 воздушные петельки и столбик с накидом опять из этой же петельки провязали столбик с накидом теперь на следующем нашем веере пропускаем одну петельку вторую петельку и в третью вяжем столбик без накида тот кто вязал узор тот уже хорошо знает как это вывязывается далее у нас вяжутся 3 воздушные петельки 1 2 3 заходим следующую арочку провязываем столбик без накида и сразу же в эту петельку между арочками вяжем 5 столбиков с накидом укладываем его на цепочку следующая арочку столбик без накида теперь 3 воздушные петельки 1 2 3 и переходим к следующему нашему сплетению пропускаем на первом веере одну петельку вторую в третью вяжем столбик без накида теперь между этими двумя веерами центральная петелька из нее мы вяжем столбик с накидом теперь 3 воздушные петельки и в нее же столбик без накида опять 3 воздушные петельки из этой же петли вяжем 1 столбик с накидом не довязывая его и второй столбик с накидом не довязывая его теперь провязываем все эти три петли вместе и вяжем 3 воздушные петельки и все в эту же петлю вяжем столбик без накида далее снова 3 воздушные петельки накид на крючок столбик с накидом все из этой же петли провязали и пропускаем 1 2 в третью петельку вяжем столбик без накида вот у нас есть уже 2 наш вырисовался полноценный цветок так его назовем далее опять вяжем 1 2 3 столбик без накида и между арочками в эту петлю вяжем 5 столбиков с накидом следующая арочка столбик без накида 3 воздушные петельки пропускаем 1 2 в третью петлю столбик без накида из петельки между веерами вяжем столбик с накидом 3 воздушные петельки в эту же петлю столбик без накида 3 воздушные петельки и 2 столбика не довязывая с накидом теперь замыкаем в одну вершинку и вяжем 3 воздушные петельки и в эту же петлю заходим провязываем столбик без накида далее у нас 3 воздушные петельки и еще один столбик с накидом все из этой же петли провязываем пропускаем одну вторую петлю в третью провязываем столбик без накида и теперь из вот этой арочки мы делаем три накида на крючок и вытягиваем столбик с тремя накидами протягивая петлю мы завершили снова с вами ряд теперь разворачиваемся и идем уже на следующий раппорт теперь мы вяжем 6 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 развернулись на следующий ряд и вяжем первый столбик без накида в вершинку нашего веера вот мы опять сели уголок у нас вырисовывается очень аккуратно и красивый уголочек и теперь продолжаем вязать по узору вяжем 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 заходим в маленькую арочку провязываем столбик без накида далее мы вяжем 5 столбиков с накидом в первой петельки нашего веера пропускаем одну петельку в следующую столбик без накида снова пропускаем одну петельку и в последнюю петельку веера вяжем снова 5 столбиков с накидом провязали далее у нас вяжется столбик без накида в этой арочке теперь мы вяжем 1 2 3 4 5 5 воздушных петель и в вершинку нашего пико центральную петельку вот вершиночку мы провязываем столбик без накида снова вяжем 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 и заходим в первую арочку предыдущего ряда из трех петель провязываем столбик без накида и повторяем опять в вере в первой петельки мы вяжем 5 столбиков с накидом через петлю столбик без накида и через петлю опять 5 столбиков с накидом связали столбик без накида в арочку сразу же и вяжем 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 вяжем в вершинку столбик без накида и теперь для того чтобы у нас оформился наш край мы делаем 4 накида на крючок и из вот этой вот арочки провязываем столбик с четырьмя накидами протягивая его через предыдущую петлю разворачиваемся смотрите следующий наш уголок теперь по узору мы вяжем 3 воздушные петельки переходим в эту большую арочку и провязываем столбик без накида снова 3 воздушные петельки и заходим у нас два веера здесь первая петля вторая петля третью петлю вяжем столбик без накида из центральной петельки между пилойерами мы вывязываем уже наше своеобразное пико это столбик с накидом 3 воздушные петельки возвращаемся в эту же петлю вяжем столбик с накидом снова 3 воздушные петельки и из этой же петельки мы вяжем 2 столбика с накидом не довязываем до конца теперь все эти три петли замыкаем в одну вершинку и вяжем 3 воздушные петельки заходим в эту же петлю провязываем столбик без накида снова 3 воздушные петельки и из этой же петли вяжем еще один столбик с накидом провязываем его на следующем веере пропускаем раз-два в третью петельку вяжем столбик без накида теперь у нас провязываются 3 воздушные петельки заходим в арочку вяжем столбик без накида и теперь петельки над вершинкой нашего цветка мы вяжем 5 столбиков с накидом 1 2 3 4 и 5 связали сразу же в этой большой парочки сделали столбик без накида вяжем 3 воздушные петельки 1 2 3 пропускаем над следующим веером 1 2 3 петельку столбик без накида теперь из петельки центральной между веерами вяжем столбик с накидом 3 воздушные петельки заходим опять столбик с накидом в эту же петлю 3 воздушные петельки из этой же петли 2 столбика с накидом 1 не довязывая их и 2 теперь замыкаем все в одну вершинку вяжем 3 воздушные петельки и возвращаемся все в ту же петельку вяжем столбик без накида далее опять 3 воздушные петельки и все из этой же петли вяжем столбик с накидом теперь по вееру пропускаем 1 2 3 петельку вяжем столбик без накида далее мы вяжем 3 воздушные петельки 1 2 3 заходим в арочку провязываем столбик без накида мы завершили с вами ряд далее мы вяжем опять раз два три 4 5 и 6 развернулись зашли в вершинку нашего полноценного связанного веера и продолжаем вязание уходим опять далее на скос мы вяжем 5 воздушных петелек заходим вот наша арочка провязываем столбик без накида теперь мы вяжем над вот этим веером в первую петельку 5 столбиков с накидом пропускаем одну петельку провязываем столбик без накида и опять пропускаем одну петельку в последней вяжем опять 5 столбиков с накидом связали маленькую арочку сразу же вяжем столбик без накида теперь пять воздушных петелек раз два три четыре пять и заходим вершинку провязываем столбик без накида мы опять подошли краю и отсюда мы вяжем раз два три четыре накида на крючок и из вот этой арочки провязываем столбик с четырьмя накидами протягивая через предыдущую петлю разворачиваемся вяжем 3 воздушные петельки заходим первую же арочку и в принципе мы уже вяжем уголок нижний угол нашего бактуса опять вяжем 3 воздушные петельки 1 2 3 пропускаем раз-два в третью петельку вяжем столбик без накида теперь из центра между вот этими веерами мы вяжем столбик с накидом далее 3 воздушные петельки и снова в эту же петлю столбик без накида 1 2 3 воздушные петельки 2 столбика с накидом не довязывая их до конца 1 и 2 провязываем все в одну вершинку и вяжем 3 воздушные петельки возвращаемся все в эту же петлю теперь вяжем 3 воздушные петельки еще один столбик с накидом из этой же петли пропускаем раз-два в третью петлю мы провязываем столбик без накида и вяжем 3 воздушные петельки заходим в петельку вот наша арочка и мы с вами закончили ряд и теперь делаем оформление вот этих вот еще двух арочек чтобы выйти на конус мы вяжем отсюда 1 2 3 4 5 6 воздушных петель и разворачиваемся в вершинку провязываем столбик без накида и опять мы оформляем угол уже нижний угол делаем 4 накида на крючок и из вот этой арочки провязываем столбик с четырьмя накидами вытянули петельку и вот мы с вами связали мини образец нашего бактуса теперь нам остается красиво обработать наши края чем мы сейчас и займемся вяжем 3 воздушные петельки оставляем петельку заходим вот вот эту вот арочку предыдущую нашего уголка и протягиваем под арочку эту петлю теперь вяжем три воздушные петли и возвращаемся нашу вершинку нашу последнюю угловую петельку связали столбик без накида теперь раз два три воздушные петельки из этой же петли вяжем два столбика с накидом не довязывая их раз два и замыкаем в одну вершинку раз два три заходим в эту же петельку возвращаемся вяжем столбик без накида теперь раз два три воздушные петельки все из этой же петли еще вяжем столбик с накидом и теперь на арочке вяжем столбик без накида показываю что я сделала я связала получается последний ряд над угловым веером еще один последний ряд вот это вот половина нашего рапорта и теперь перехожу на ребро здесь немножко нужно поиграться смотреть как она у нас будет укладываться значит следующий вот этот вот будем называть его большим пико у нас просится связать вот вот этом месте и давайте мы это и сделаем но петелька здесь не удобная мы зайдем на ряд ниже заходим на ряд ниже делаем столбик с накидом теперь 3 воздушные петельки и в эту же петлю вяжем столбик без накида 3 воздушные петельки из этой же петли вяжем 2 столбика с накидом не довязывая 1 и 2 провязываем в одну вершинку вяжем 3 воздушные петельки и возвращаемся все в эту же петлю вяжем столбик без накида 3 воздушные петельки из этой же петли вяжем еще один столбик с накидом и теперь у нас просится закончится вот это вот наши пико вот в этой петли провязываем столбик без накида далее над вершинкой мы вяжем следующий пико накид на крючок и вяжем столбик с накидом 3 воздушные петельки столбик без накида вяжем 3 воздушные петельки все из этой же петли вяжем еще два столбика с накидом замыкаем в одну вершинку 1 2 3 и заходим столбиком без накида все в эту же петлю вяжем 3 воздушные петельки из этой же петли вяжем еще столбик с накидом замыкаем его и смотрим куда у нас просится уложиться вот в эту петельку возьмем опять на ряд ниже чтобы не было дырочки вяжем столбик без накида вот мы повернули вот это наша уголок и вот уже два мы связали по ребру дальше смотрим следующее нашего такое вот большое пико опять хочет быть у нас на вершинке для того чтобы не стягивать край мы дали здесь мы перешли у нас он не стянут а далее по ребру мы можем сделать еще вот так вот раз два три воздушные петельки и перейти вот в эту петлю к примеру и далее опять над вершинкой мы вяжем наш большой пико столбик с накидом 1 2 3 воздушные петельки заходим в эту же петлю столбик без накида 1 2 3 и из этой же петли мы вяжем опять два столбика с накидом которые мы замкнем в одну вершинку вернемся воздушными петлями тремя в эту же петельку провяжем столбик без накида 1 2 3 воздушные петельки опять из этой же петли вяжем столбик с накидом и укладываем это вот большой арочки столбиком без накида получается что у нас и не затягивает и не верит уголок мы сделали чуть гуще а дальше вот здесь вот мы растянем каждая вот эта вот головка это наше большое пико будет у нас находиться над большим пико самого узора самого полотна и теперь переходим дальше мы вошли в угол там где у нас просто цепочки и вяжем следующее большое пико она у нас просится связаться вот из вот этой петельки из этой петельки вяжем столбик с накидом провязываем 3 воздушные петли возвращаемся в эту же петлю вяжем 3 воздушные петли из этой же петли 2 столбика с накидом замыкаем в одну вершинку вяжем 3 воздушные петельки и вяжем столбик без накида все в той же петле теперь 3 воздушные петельки и из этой же петли мы вяжем столбик с накидом смотрим куда он у нас попросится вот в эту арочку теперь мы сделаем 3 воздушные петельки и перейдем в следующую арочку так как я говорила чтобы мы не затянули этого нашего ребра чтобы у нас наша обвязочка ложилась легонько пусть даже она будет чуть чуть более растянута чем стянуто и теперь мы вяжем такой же пико уже в углу опять сейчас будем заворачивать на ребро из угловой петельки мы вяжем столбик с накидом 3 воздушные петельки и заходим в эту же угловую петельку провязываем столбик без накида теперь 1 2 3 воздушные петельки все из той же петельки опять еще 2 столбика с накидом в одну вершинку замкнули 3 воздушные петельки и вернулись опять в эту же петлю теперь 1 2 3 и все из той же петельки вяжем еще один столбик с накидом и мы замыкаем опять над арочкой столбиком без накида мы сделали поворот уголочек вывезли вот наше ребро еще в неглаженном виде и повернули уже вяжем следующее самое длинное ребро здесь будет более проще теперь мы снова можем провязать 3 воздушные петельки и перейти в следующую арочку и теперь в петли между арочками мы снова вяжем веер столбик с накидом 1 2 3 и возвращаемся в эту же петельку провязываем столбик без накида 1 2 3 из этой же петельки еще два столбика с накидом 1 2 в одну вершинку закрыли 1 2 3 вернулись в эту же петлю столбик без накида и 1 2 3 и из этой же петельки еще раз столбик с накидом провязали столбик без накида на цепочке под цепочкой вот что у нас получается смотрите как мы красиво аккуратненько повернули у нас не стягивает не затягивает получается красивый уголок дальше мы опять можем связать 3 воздушные петельки 1 2 3 и перешли следующую арочку и между арочками опять повторяем наши петельку так мы вяжем до нашего следующего угла вот мы связали верхнее ребро нашей шальки и подошли опять к следующему уголку вот завершение последнего цветочка на верхнем ребре и сейчас мы будем вязать еще смотрите 3 воздушные петельки переходим в следующую арочку и теперь опять из угловой петельки мы вяжем наше большое пико столбик с накидом с из угловой петельки теперь 1 2 3 воздушные петельки возвращаемся в эту же угловую петельку провязываем столбик без накида 1 2 3 воздушные петельки из этой же угловой петельки вяжем опять два столбика с накидом не довязывая 1 2 замыкаем в одну вершинку вяжем 1 2 3 воздушные петельки и в эту же петельку столбик без накида теперь у нас идет 3 воздушные петельки и из этой же петельки мы снова вяжем столбик с накидом и укладываем в нашу первую же арочку вот здесь и я не спрятала хорошо ниточку я ее потом упрячу хотя это просто образец мы сделали опять завернули золи поворот и у нас осталось последнее ребро которое вяжется точно так же как и это ребро симметрично и я думаю что вы с этим справитесь уже самостоятельно я только лишь подойду к окончанию покажу как мы завершим я провязала еще одно ребро вот наша последняя петелька а вот здесь мы начинали вернее мы начинали в этой вершинке но затягивали петельку вот под эту арочку теперь мы заходим посередине арочки в петельку иначе наша петля стягивается делаем протяжной полустолбик подхватываем еще две дужки вот здесь вот это же делаем протяжной полустолбик получается что мы подтащили на срединку арочки нашу петлю и еще мне не понравилось начинали мы наверное все таки нужно было вернуться на ряд ниже чтобы нас вот этот вот центр немножко не смещался но мы сейчас можем это поправить вот таким вот образом воздушная петелька возвращаемся вот так вот крючком из-под низу и заходим крючком в эту нашу арочку протягиваем петельки и вот мы теперь затянули у нас получился центр над центром давайте наверное я вам еще раз покажу то я так это накрутила так как я понимаю а вам наверное было плохо видно смотрите вот мы завершили соединили кольцо мне не нравится вот эта вот арочка крючком за полотном я захожу в центр вершинки центр вершинки теперь я выворачиваюсь и захожу вот этот центр вершинки вот так вот вывернули на изнанку и протянули здесь все это протяжным полустолбиком еще раз протянули и как раз увели ниточку на изнаночную сторону все я отрезала не ниточку теперь если это все поправить у нас получается хорошо вершинка над вершинкой она не уезжает в сторону ну вот мы с вами девочки завершили целый бактус и я вам отчитываюсь что у нас получилось хочу вам сказать что на этой пряжи результат мне тоже нравится во первых вяжется гораздо быстрее рапорта будет намного меньше а результат получается интересный я на миниатюрке показала вам принцип вязания этого бактуса и надеюсь что сделала это достаточно доступно для вас жду ваши комментарии жду ваши плюсы и минусы а я на сегодня с вами буду прощаться до новых встреч до новых идей и до свидания чтобы вступить к нам Продолжение следует...